Из-за нехватки личного состава и больших потерь в России могут объявить всеобщая мобилизация. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как вы считаете, Марк, будет эта мобилизация? Смотрите, план этой мобилизации лежит давно. Его просят военные. Они как раз-таки говорят, мы не можем решить задачи, которые вы перед нами ставите, поскольку нам не хватает личного состава. Убыль значительная. Убыль личного состава значительная. Это и погибшие, но это и раненые. Это отказывающиеся воевать. Таких тоже кратно растет число. Это те, которых надо ротировать. То есть, они долго воюют, а их надо менять. Потому что они уже не в состоянии воевать. Я хуже воюю. И поэтому это один из планов. Путин боится мобилизации. Как я уже говорил в канун 9 мая, я прогнозировал, что никакую всеобщую мобилизацию он, во всяком случае, тогда не объявит. Потому что, понимаете как, ведь это спецоперация, даже не война, она преподносилась как нечто такое далекое от обывателя. Да, где-то мы защищаем интересы России, отставим. Но этим занимается профессиональная среда, военная. А вас, вот обычных рядовых, это не коснется. Вы в это не вовлечены. Вам беспокоиться не о чем. Матери, срочников или близкие могут тоже типа не переживать. А вот если только он объявляет мобилизацию, и даже если она волнами будет идти, то даже еще не призванные лица, ну точнее не мобилизованные, поймут, что это про них все. Вот тогда, это когда можно рассуждать, мы там этих одной левой и так далее. А тут сразу в компьютер, ой, а че, трупы горят. Это прям что? Это прям воскрящийся пепел превращается? И что, это со мной что ли будет? Нет, ну мы так не договаривались. Я вот на это не подписывался. Нет, я могу просто по экрану пальцем водить, но вот чтобы самому ехать. Приблизительно это очень будет напоминать, как идет принудительно мобилизация в ДНР и ЛНР. Если вы видели, там уже и жены и так далее, музыкантов забирают, там они погибли. Помните, мы с вами обсуждаем где-то под Мариуполем? Джазовые музыканты. Ну прекрасно. Приблизительно так, что ли, должна выглядеть мобилизация? Конечно, те поумнее. Я думаю, в Москве они понимают, что им нужны вот эти 50-60 тысяч резервистов, люди с военными специальностями, которые прошли там, ну хотя бы срочную службу, их можно меньше по времени готовить. Все остальное это шлак. В России есть только 50-60, ну максимум 70 тысяч резервистов. Тех, которые пригодны прямо, ну через две недели кинуть в бой. Все остальное надо как-то готовить, преподготовить. Нужны военные специальности, а людей с военными специальностями дефицит. И мобилизация этих проблем не решает. Решает только одно, закидывать мясо. Мясо против железа. Субтитры создавал DimaTorzok